В понедельник журналисты федерального телеканала ОТР в утреннем эфире обсуждали тему дружбы между людьми. Они задавались вопросом, что значит настоящая дружба и может ли она быть между мужчинами и женщинами, как меняется восприятие этой связи с возрастом и так далее. А еще где находят друзей и могут ли ими быть коллеги по работе. По статистике у большинства россиян друзья это именно сослуживцы. А вот у 46 процентов настоящих друзей на месте трудоустройства нет. Чаще с коллегами дружи с женщиной. 58 процентов из них считают кого-то из коллег настоящим другом. А среди мужчин об этом рассказали только 49 процентов. Мы продолжили эту тему и провели свое мини-исследование. Дружба это некая связь между людьми основанная на взаимном уважении, поддержке, понимании и искренности. Это отношения, которые дополнительно сближают людей, помогают им пройти через трудные жизненные ситуации. К сожалению в современном обществе часто дружбой именуются достаточно поверхностные, просто приятельские взаимоотношения. Мы решили узнать у тверичан, что для них дружба и где они заводили своих друзей. Взаимоподдержка, взаимосотрудничество. Обязательно в трудную минуту поддержать, не важно тебя или ты кого. Скорее наверное мне работать в связи с общими делами, делами добра. Дружба это больше доверие, помощь друг другу. Ну и у меня дружба больше как бы, ну по работе, да, на работе. Дружба, взаимопонимание, то есть выручка друг друга. Дружим давно уж много лет. Друг за другом горой. Не дружу ни с кем. Дружба, взаимовыгода, поддержка, любовь. Ну чисто дружеская. Друг это человек, который может поддержать любой момент, выручит тяжелые ситуации в жизни в соцсетях или в школе. В школе, садик, всякие сомнительные места. Дружба, это вот дружба с семьей, с сестрой и со всеми вместе. И всем здоровья. Большинство прошлых тверичан считают, что дружба это взаимопомощь и поддержка. У молодых людей друзей значительно больше, чем у более старшего поколения. С возрастом одиноких людей становится больше, чем старший человек. Тем реже у него появляются близкие. По статистике люди формируют свой круг общения в молодом и зрелом возрасте. И потом у них уже не возникает потребности сближаться с кем-то еще. А зря, ведь как гласит поговорка, с настоящим другом вам всегда 18.